Детский дом посещает первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия. В числе неравнодушных также военные, представители профсоюза, сотрудники департамента охраны, руководители частных и государственных предприятий. Количество подарков не счесть – ноутбук, пылесос, принтер, развивающие игры, телефон и много-много сладостей. Мы должны, мы обязаны помогать и дошкольным учреждениям, и каким-то специализированным учреждениям, и детским садам, и школам – это нормальная, хорошая, правильная практика, которая идеологически выстроена правильно в нашей стране. И мы это делали, делаем и будем, конечно, делать. В канун Нового года счет учреждения значительно пополняется. Благотворителями выступают военнослужащие. На перечисленные деньги руководство закупит одежду и обувь, жалюзи, ролл-шторы и мебель. Очень много средств личной гигиены, чистящих, моющих средств. Конечно же, море сладких подарков. Любой ребенок на Новый год мечтает получить вот эту заветную коробочку, картонную, в которой очень много вкусностей и сладостей. Уже больше 10 лет сотрудники Могилевского отделения Белорусской железной дороги приезжают к Солодким. Сейчас в доме семейного типа проживают 12 детей, двое родных и 10 приемных. В подарок родители-воспитатель получает сертификат на 2000 рублей. Плюс каждому ребенку достается коробка конфет. Дети ждут приезда шефов. Шефы всегда к нам с подарками приезжают, с гостинцами. Им нравится к нам приезжать, и детям нравится их встречать. Доброта и забота в эти праздничные дни поселяются и в социальном приюте. Детей навещают депутаты, руководство Ленинской администрации, представители Следственного комитета, фондока, мясокомбината и славянки. В подарочных пакетах от игрушек до сладостей. Каждому ребенку хочется получить домашний праздник. Они вот попали сюда, между небом и землей. И, конечно, особенно важно, чтобы именно они были отмечены теми, у кого есть возможность подарить детям добро. Участниками благотворительной акции «Наши дети» уже стали свыше 150 тысяч юных жителей Могилевской области. На протяжении месяца госслужащие, бизнесмены и просто неравнодушные дарили частичку души тем, кто так в этом нуждается. Эстафета добра продлится до 14 января. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Вобруйск, 360.